Доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о такой теме, как типы питания. Есть все известные типы питания. Есть съедение, есть вегетарианство, есть веганство, есть сыроедение, есть фруктоедение, есть сока, есть солнцееды, есть праноеды. Это самое высшее тип питания, это когда человек на путь развития встал. Не люблю называть духовное развитие, потому что наоборот, если прочитать это не очень худо. Что такое духовный путь развития? У нас есть дух, душа. Душа, я не спорю, есть, но есть некая сущность, которая управляет нашим аватаром. Но об этом в другом видео. И сила сознания, сила духа, воля еще, а сила сознания есть. Когда ты осознанно живешь, то ты сильным становишься в этой системе. И тебя уже не обмануть. У тебя работает здравомыслие, сущность твоя контролирует, не ум тебя, а именно сущность. Но это другая тема. Так что, начнем о всеедении. Всеедение, то есть, что такое, когда наши предки перешли на это питание, это все заложено в нашу ДНК, когда прадеды, бабушки, потом родители, и мы родились. Потом это все передалось по ДНК, это уже есть некий опыт этого поедания. А всеедение этого мы употребляем. Весь тот мусор, который сейчас продается, это весь мусор. И как-то живем с болезнями. Пошел таблетку съел, и дальше пошел закидывать в себя ту гадость, которую... Короче говоря, вегетарианство. Это когда человек уже задумывается о том, что что-то не то, и он отказывается от мяса, от молочки, от рыбы, и переходит на вегетарианство. Но есть еще лактовегетарианство, которое употребляет еще молочку и рыбу. Потом есть веганы. Веганы это кто такие? Которые употребляют 20% варенки. То есть они тушат овощи, могут тушить каши, на пару гречку употреблять с овощами и салатами. Больше у них степени фруктов и салатов преобладают. 20% веганами. То есть варенки. Ну это тоже неорганика, но более чисто уже переходит, организм постепенно начинает очищаться. Потом он задумывается, хватит болеть, у них тоже еще повышен лейкоцитоз, сопли есть. И в принципе он задумывается, хватит ему эти сопли, уже надоело, и переходит на чистое сыроедение. Сыроедение это салаты, фрукты, овощи. Питается человек чисто, пьет воду перед едой. Вот, заранее, сразу говорю, заранее надо пить воду перед едой. И не после еды, в течение, может, часа только после еды, если вы поедете салат какой-то. Потом он задумывается, а что ж я сыроежу, сыроежу, это болидомания, опять какие-то проблемы, там прыщи еще вылазят. Организм начинает уже отвергать те продукты, которые уже, то есть орехи, уже отвергается. Потом уже более чистый организм становится, он начинает уже отвергать орехи, все такое, более чистое сыроедение. Начинает моноедить. Моноедит, допустим, яблоки раз съел, через час съел хурму, взял или груши какие-то. То есть уже начинает более не мешать, а более чисто питаться. А вечером, допустим, определенные есть знания, что солнечные продукты мы днем едим, а вечерние это, то есть те, которые в земле растут, это овощи. Все те овощи, которые растут, это корнеплоды, это овощи. Капуста это не овощи, это зелень. Это листья салата. Все, что растет наверху, это зелень, плоды. Огурцы, помидоры, это все фрукты. Человек начинает моноедить, он более чисто начинает. Допустим, раз ты потом тортик, да, съел сыроедческий тортик, где там корж делается из фиников и, допустим, орехов каких-то. Потом банан мешается с курагой для уплотнения кремовой массы, да. А потом фруктами разными, раз, на праздник там съедает. Ну, это как бы системная еда, еще как бы он отошел от той системы, в более природную систему входит. Но заменяют эти блюда на другие, да. Те, которые он питался, он заменяет и блюдоманит. Блюдоманит и ищет те вкусовые ощущения, да, что он жил на всеедении. И вот когда ты съедаешь уже этот тортик, то у тебя на следующий день могут высыпать прыщики определенные к тому, что белок. Белок высокомолекулярный попадает в организм. Это те же орехи. И организму сложно их уже усваивать. И если вы съедите этот тортик, то можете забыть на часа 4-5 и употреблять какую-либо пищу. Потом человек приходит к чистому сыроедению, уже моносыроедению. Он перестает есть семена, орехи, начинает моноедить. Потом задумывается, а что ему эту зелень постоянно есть. Трава, она должна тоже вырастить, дать семя свое, и потом уже ее можно есть. Он переходит на фрукторианство. Он начинает есть плоды. Яблоки, груши, арбузы, дыни. Огромная палитра фруктов, особенно летом, шикарно. И кто-то там задает вопрос, а как же зимой сыроедение? Пожалуйста, что у нас зимой сезон-то растет на нашей территории? То ешьте. Это в Абхазии растут и цитрусовые все, гранаты, хурма, киви. И все, цитрусовые покупайте, конечно, Абхазского лучше. И кушайте. Вот она, зима, хурмы полно. Я вам по 30 рублей покупал, копейки стоят. Кстати, сыроедение очень экономит бюджет. Да, уникально. Если, конечно, не ходить в всякие сыроедческие кафе, это бред, опять же. Это бред. Если вы куда-то в гости идете, ваши, допустим, друзья, которые вас уважают, они прекрасно позаботятся о вас. А кто не уважает, ну, естественно, скажут, а что мы, вроде, тебя будем стараться? Вот все едят, и ты ешь. Что-то типа особенный такой. Ну, пошлите куда подальше таких друзей. Значит, это не друзья были. Это как я, когда переходил, то есть я бросал пить, мне товарищ один заявил, что якобы, ну, что, постоянно пивко пили по пятницам, а тут, оказывается, ты больше не пьешь. Да, нафиг нам такой друг нужен. Ну, он в шутку, но в каждой шутке есть доля правды. И это, оказывается, правда. Все, с этими товарищами больше не общаемся. Понимаете, просто так, ну, они подумали, я сошел с ума, вышел из системы, оброс борода туда-сюда. Вот, и о бороде мы попозже поговорим, в другом видео. И, понимаете, и система не воспринимает людей таких. Все, ты чужой становишься. Но когда они видят, что ты не болеешь ничем, они начинают прислушиваться. Вот. После фрукторианства человек задумывается, а стоит ли употреблять плоды, растения, да, это же их дети. Это уже, о, это серьезно. Он задумывался уже, можно сказать, о таких вещах, что некие даже сыроеды скажут, с ума сошел, что ли. Плод – это синтез энергии Солнца и Земли. Он аккумулированная, эта энергия, ты, она созрела, плод дал, ты увидел, она красненькая висит, тебя привлекло, ты ее съел, да, понюхал, она вкусно пахнет, там, зеленичка, там еще, ты себе вядаешь, а потом это все переваривается, семена, которые попали в тебя, ты пошел там где-то под кустик, да, она там раз, оп, твоя уже пища, это переработанная в калии, это уже удобрение, это уже не говно, ребята, это удобрение, кстати. Сыроеды удобряют, да, у них в туалете не воняет, ребята, воняет, это гнилая пища, то, что гниет, и выходит, организм пытается вам намекнуть, ребята, вы воняете, не задумайтесь, что, если воняет, значит гниет, все сыроеды чистые, и когда человек не сыроеда привыкает в гости, и когда там идет в туалет, это ужас, потому что обостренные сыроедов, обостренные запахи, обоняние, вот, человек задумается уже более серьезно, говорит, ну, надо сократить потребление плодов, потому что это якобы их дети, он должен упасть, аутолиз происходит, гниение, но тут не гниение, а аутолиз, ферментизация, вещества увеличиваются, когда яблочко ударяется, да, оно начинает коричневеть, это на ферментизации, понимаете, когда клетки разрушаются, они выделяют сок, они ферментируются, питают семя, и семя потом прорастает, вот она какая система, ребята, а мы их-то все пожрем, фрукторианцы уже задумаются, охренали вообще, что я детей-то ем, деревья, плодов, и начинают уже сокращать, это на малоедение, они переходят, могут одно яблочко есть в день, без проблем, я это пробовал, шикарно, потому что я пока на это не готов, я фрукторианец сейчас пока, с долей мало могу салатик там скушать, и мне там скажешь, какой-то фрукторианский салат, да такой, а как, это то же самое, что мясоед там, допустим, на всеедение летом возьмет арбузы, и скажешь, фу, какой-то мясоед ты уже стал фрукторианцем, да, ну это сумасшедший, хватит, с головой дружите, ребята, вот, и переходят на более такое питание, малоедение, пьют водичку, там, раз клетчатка получит, все перерабатывается, все у них работает, да, кстати, о калии, вот, мы заговорили о калии, кал должен быть, как у младенца, коричненький, жиденький, это здорово, значит, у вас, если вы ходите там толстые какашки, они запахом, это значит, вы отравлены, ваш организм, и вы больны, он должен быть, там, может, должно усваиваться, вы понимаете, у меня еще, и как бы, ну, поделюсь своим опытом, раз, в два дня, три дня, потому что, если, что съел, и пошел, вышел, ну, это не усвоение, микрофлора должна усвоить, это, она тоже кушает, напитается, и вам выдается витамины, микроэлемент определенный, все настроит для вас, ребята, нам нужна клетчатка, фруктоза, водичка, все, ребята, понимаете, а если вы съели, и у вас столько же вышло, ну, пока еще не заработало, значит, работаете над этим, там, кушаете, чистый продукт, и, значит, что-то вышло сразу же, ну, значит, у вас, какой-то ГМО вы съели, организм от этого избавился, вот, потом фрукторианцы выходят уже, на более, как бы, чистое питание, пытаются, пранайе, солнце едет, ты выходишь утром, смотришь на солнце, ты заряжаешься, это наши датчики, глаза, они заряжаются, аккумулируют энергию, и все, ходишь целый день, вечером, также на закате, ты посмотрел, там, начиная с минуты, две, три, до пяти, и до десяти, они увеличивают, все отлично, я сам смотрел, отлично, на датчик, да, был, шикарно, чувствуешь, энергии, прилив, вообще, мы солнечные дети, вот это все, это наши антенки, ребята, волосинки, это все энергии, которые собирают вокруг нас, аккумулируют, и мы бегаем, дышим, праной, и алхимия работает, ну, просто мы закидываем, потому что рецепторы у нас, измененное сознание, ну, так что, вот такие вот дела, праноеды, потом уже, солнцееды переходят на прану, уже не смотрят на солнце, у них запущена алхимия, железо-вилочкообразная, она у нас выделяется, отвечает за алхимию, синтез идет в кишечнике уже, перерабатывая все наши клетки, просто-напросто, и аккумулируя это все с энергией пространства, которое входит в нас через кожу, кожа это мощная губка, вот, аккумулируя это, и они вот таким образом живут, но они более высоковибрационные, частота у них такая, что с ними можно даже пострадать, если рядом находиться, потому что они проводники высокочастотных энергий, и, можно сказать, они излучают радиацию, что такое радиация? Радиация это высокочастотная энергия, так что все, в этом видео пока хватит, в следующем видео буду рассказывать вам поподробнее о тех знаниях, которые я имею, все, до следующего видео.